Как говорил Николай Базилев, СШАшка, капиталистическая, отвертительная страна, которая просто богаче гораздо, где они живут как в раю, с жиру бесятся, там эти рэперы. Ну что это такое, показывать зубы свои, там, безбриллиантами, это вообще русскому человеку это должно, я не знаю, это вызывать отвращение у русского человека. Это не наша культура, зубами своими понтоваться, блин. А вот этот Ларин, он зубы с себя вставил и постоянно зубы скаривает, как придурок какой-то. Не знаю, кто его смотрит, наверное, он для молодежи пытается выглядеть. Ну что ему еще сейчас остается, я тоже, я уже старый, мне сколько, 50 лет, я по идее должен для молодых что-то делать, точнее вообще для старых, точнее для молодых, кофе пролил, я чувствую гипотайнею сильно, я не могу прийти в себя, несу всякую чушь. Притом, что я абсолютно трезвый. Я не принимал, я вчера только принял вот те лекарства, которые я на видео записал и все. Ну еще, там, честно признаюсь, перенял один легкий транк, который даже и вообще нифига не действует. Который, по-моему, там и уже просто а не имел, что добавляют вместо действующего вещества. А новый этот, так сказать, на букву А, трампелизатор, который копия того, что принимал этот DLP, просто в России скопировали технологию, которую низкого качества обладал, но все равно он хоть как-то действовал. Теперь его уже нету, теперь там вместо него какая-то хрень непонятная. А дальше что будет? Сейчас вообще транклилизатор вот этот, он, я не знаю, он вообще отвратительный. И дороже, и отвратительный. Это просто кошмар. Это чертовое общество капиталистическое или какое, я хочу сказать. Понятно, что в советское время тоже проблемы были, но сейчас эти корпорации, они постоянно, они каждый месяц увеличивают на 100, на 200 рублей, на 50 рублей цену на все лекарства, на свои. И ничего нового не изобретают, хотя пишут, что изобретают, ничего нового, они только качество ухудшают, потому что ему выгодно это. Это логично или нет? Ему выгодно, но настолько они уже зажрались, им настолько плевать нам, простых людей, неужели вы не можете просто хотя бы качество оставить? Они для себя, может, качество, наверное, сделали, а для нас, для россиян, они вообще какой-то, на букву Г, вно продают. За огромные деньги, еще печати требует государство, вторую печать требует, третью печать, на рецепт. Это просто кошмар, ё-моё. Какое ужасное время застало, дальше будет еще хуже. Короче, мне плохо сейчас, просто утром я тяжело просыпаюсь, я не пью ничего, не кую, не это. Просто я всегда тяжело просыпаюсь с утра из-за... За то, что я, блин, больной. Гипотония, сосудистая дистония раньше называлась. Ни в одной стране цивилизованной это так не называют. Да какая разница, как они называют, они никогда не будут лечить от этого. Они будут военщин... И этот Ежесармат говорит, военные разработки помогли гражданским, нифига себе, блин. Вначале это кажется логичным. Но если ты задумаешься потом сам своей головой или послушаешь какого-нибудь блогера, который тебе глаза раскроет... Ну, не вестика дури, конечно. Вестник дури, ты вообще... Это просто жесть. Если он придет к власти, нам капец. Нам, простым русским людям, капец будет, если придет вестник дури к власти. Скорее всего, он вообще ненавидит русских людей просто. Это патологически. Но это неудивительно, если они его... Если он там с этим просвирненным спорил. И он, конечно, он будет... Ну, хотя просвирнен сам не очень-то русский. Так, короче, все они русские там. Все они себя считают русскими. Только я один не русский, да. Казарская внешность. Даже смешно. Короче, у нас безумие творится. Вы просто раскройте свои глаза на архитектуру, на все вокруг посмотрите, на тротуары. Это просто бешеное безумие. Спорят два нацен... Два... Два... Спорят один либертарианец, который считает себя, типа, от простого народа, который в богатой семье родился, в аристократической непростой семье. И который, ну, как бы не является... Ну, сами понимаете, далеко не является русским человеком. Потом... Но при этом он говорит, что он за русских, он русский. Он просто говорит, что что угодно, лишь бы его выбрали. Второй... Это... Вестник дурия. Рудой, который говорит, что он русский. Ну, как бы... У меня понятно, что у меня зрения нет. Ну, ладно, ну, хорошо, он русский, все в порядке. Окей. Шутку поняли, идем дальше. И рядом сидит... Нечто... Который считает себя русским националистом. Рыжий. С дефектами речи. С огромным... Не знаю... И считает себя боярином. Боярином. Он хочет создать бояре... Чтоб бояре были. И крестьяне. Представляешь? То есть... Если этот придет, то он нас в колхозы загонит. Если этот придет в власти, он нас в крепостное право загонит. Скорее всего. Ну, это же так. Не, ну, подумай. Ну, ты посмотри на них. Просто посмотри. Я даже... Это же просто жесть. Почему меня не позвали спорить? Я историю изучал. Я много чего изучал. Потому что я простой русский человек. Поэтому меня никогда туда не позовут. Там ни одного простого не позовут. Может быть, к Вестнику пришли простые русские. Хотя, наверное, вряд ли, не знаю. Короче, я не имею ничего против Вестника. Против этого. Просто, вот... Блин. Короче, пофиг мне вообще на это все яско. Я... Блин. Как же мне вхреново. Господи. Я вообще не хочу это обсуждать. Я вообще не смотрю этих блогеров. Я смотрел их. Просто вы ошибаетесь с тем, что вы смотрите их дебаты, смотрите их. Они просто зарабатывают донаты. Вы теряете время. Перестаньте смотреть блогеров этих всех. Перестаньте. Меня никто не смотрит. Там один лайк. Ну, надеюсь, на 20 видео один лайк. И дизлайк-то там дофига. Ну, или еще что-нибудь, короче. Ну, или один дизлайк там, и то хорошо хоть. Да вообще, какая разница. Это все бессмысленно. Как говорил этот... Как он... Забыл имя. Такой лысый чел. Про пляжи шел и говорил о вселенной. Что мне твои слова, если в мире бороздят, там, космос? Хотя на самом деле космоса нет. Что ты на это скажешь, а? Представь, что космоса нет. Не можешь представить? Нет. Не можешь. Потому что я тупой, Александр Леонид. Это потому что я тупой, Александр Гмышкин. Потому что у меня нет воображения, у Александра. А ты умный. Ты все знаешь. Ты бог. Ты богиня. Ты все знаешь. Ты знаешь, как была создана вселенная. Вы все знаете. Только вы не можете... Простейшие на уровне средневековья медицина. На уровне средневековья дороги. Но вы знаете, как зародилась вселенная. Вы знаете, что находится на другом краю вселенной. Вы все знаете. Вы все видели. Все знаете. Только дорогу вы не можете сделать. Вы не можете медицину сделать. Вы не можете просто... Хоть... Вы могли бы уже давно сделать бесплатную пищу для простых людей и сделать... Но вам это не... Вам самое страшное, что... Да вот я вам скажу правду. Что вот для вас самое страшное для тех, кто... Чьи дети живут в Италии, во Франции, в Швейцарии... И имеют кровь... И имеют кровь... И имеют кровь... И внешность Вавана... Жапана... Это так... Сарказм, короче... Знаете, что вы... Что для вас самое страшное... Чтобы у людей появился... Это можно изобрести, чтобы у людей появился бесконечный источник энергии, который бесплатный, или за который копейки платить надо. Потому что это лишит вас всех доходов. Вы получаете гигантский оброк с населением в виде квартплат, налогов, НДС. Если вы людям... Если вы... Если вы... Если вы... Позволите кому-то изобрести... Вы ничего не изобретаете, вы только... Обдираете народ, короче, как... Ну, короче, как бабка я рассуждаю. Самое страшное для вот этих вот власть имущих, это если у людей появится... Ну, будет изобретен... Хотя они могли бы это еще лет 50 сделать. Изобрести источник энергии, который не вредит окружающей среде, и который копейки стоит. Буквально за который в месяц платить копеек, 10 рублей заплатил все на обслуживание. Это самое страшное для них. Поэтому они все вкладывают в вой... Говорят про войну, про армию, там... У нас супер в оружии, там... У нас это... А кто будет кого убивать супер этими оружиями? Простые люди, простых людей. А дети этих власть имущих не будут даже на войне никогда воевать. Они могут, может, ради показухи какой-нибудь там... Побегает что-нибудь, там... Оденется в одежду военного. Только погоны надо с него сорвать. Никакой ты не... Погоны сорвать. Погоны сорвать. Погоны сорвать. Вы не представляете, в каком мире мы живем. Можете смеяться дальше, чтобы... Я понимаю, вы смеетесь, чтобы забыться. Это на вас действует, у вас серотонин проявляется в голове. Это хорошо, вы проживете. Это лучше, чем пострадать, чем мучиться. А Ван Гог говорил, лучше страдать и быть в доме скорби и печали, чем в доме праздника и веселья. Это и есть в жажде жизни. Это Ван Гог говорил. Так что тот, кто говорит, что злые люди должны страдать, он противоречит сам себе. Потому что, если ты любишь Ван Гога, то Ван Гог говорил конкретно, писал, говорил, лучше быть в доме страданий и печали и пытаться там, чем в доме праздниства и веселья. Но я не хочу ничего доказывать. Мне плевать вообще. Радуйтесь там. Веселитесь. Спасибо, кстати. Еще раз хочу поблагодарить за донаты. Здесь мои картины. Когда они их выбросят. И меня выбросят. И всех нас выбросят. Здесь вот они спрессованы. Мне кажется, что их мало, но их на самом деле сотни. Их очень много. Короче, когда я хочу при нормальном давлении человек нормально поднимается. При гипотонии человек поднимается, как старик с кровати. Ох, Господи. Все это уберу. Я еще молод, но я уже чувствую себя как разбит и старик. Причем с детства. Сейчас кофе еще выпью, чтобы... Если ты введешь в сайте гипотонии, как ее лечить, там будет написано «пить кофе». Великая медицина. Величайшая медицина. 2020 год. Как лечить гипотонию? Пить кофе. Пить чай. Представляешь? Представляешь? Что ты думаешь об этом? Наверное, в этой банке отражается то, что отражалось этого. Просвернено. И то, над чем смеялись. Мне, короче, пофиг. Мне вроде нечего насладиться. Ну, вот как ты думаешь, медицина будет развита или нет? Ой, Господи. Скорее всего, где-нибудь отразился мой. То, что отразилось случайно у просвернено. Ну, у меня вроде нечего следить за нормальным. В принципе. Просто это... Как бы... Моя-мая девушка, когда я в первый раз сказала, что она думала, что... Она, короче, видела статуи, типа... Ну, знаешь, статуи там, античные. И там у них эти... Ну, сам понимаешь, что... Ну, надо, что девушки смотрят. И она думала, что и у мужчин размеры такой же. А когда она... Ну... Впервые это... То она это... Он мой. Она сказала, нифига. Какой... Она, типа, удивилась. Она думала, что меньше гораздо. Типа, статуи этих. Ну, то есть, я полностью опустился. Совсем себе низко опустился. Ниже Плинтуса. Рассказывает такие темы. Представляешь, иначе я такого не докатывался. Ну, потому что все равно мне никто не уважает, не любит. И девушкам не нужны... Не нужно нормально... Нормально это глинетика. Зубы, например. У меня зубы идеальные, как у моей бабушки. Посмотри. Шикарно. Ну, один чел сказал, что у меня борода офигенная растет. Я не знал, что у других не растет. Потенция офигенная. Все, все нормально. Но девушкам не нужно это. Им нужно деньги. Они готовы вот с таким гоблином. С Ежи Сарматом. Сейчас он не станет с русскими, с россиянками встречаться. Они готовы с обер-моргиналом... Нет, не с обер-моргиналом. Ну, обер-моргиналом не так, что много денег. Они готовы с Сечином встречаться, но затем они разведутся с ним. Ой, господи, проклятый капитализм. Проклятый капитализм. Сам себя выродит. Каждая система сама себя вырождает. Советский... Ну, социализм вообще любой выродил себя из-за коррупции. А капитализм просто выродит. Все, все выродит на земле. Он все уничтожит. Он просто уничтожит все. Он выродит генетику людей. Он просто деньги во голову поставил. Не то, что у твоих детей будут зубы здоровые, идеальные до конца дней. Им не выгодно. Им не выгодно, чтобы они лечили зубы. Каждый месяц кариес и зубы новые ставили. Поэтому и прочие. Капитализм никогда не изобретет ничего для того, чтобы лечить человека. Для того, чтобы у человека генетика была хорошая. А кто хотел сделать так, чтобы у людей была генетика хорошая? Самый плохой человек на свете, да. Из-за которого мои деды умерли. На войне. А что если это все наврано? История наврано. Не думали, что историю переписывается? Если вы посмотрите на учебники истории, я-то разбираюсь. Я изучал, я знал наизусть. На учебнике истории до 20 летней давности там вообще абсолютно другая история. Если вы посмотрите на учебники истории 50-летней, там совсем другая история. Как будто бы вообще другое человечество. Понимаете? Вы это понимаете или нет? Я прошу вас, ученые, просто хоть кто, изобретите лечение зрения. Сетчатку глаза восстановить, пожалуйста. Но вы не изобретете это, потому что мы живем при проклятом капитализме. Корпорации, которые... Они просто все портят. Они создали отвратительные лекарства. Лекарства все хуже и хуже. Они наживаются на этом. Как я хочу изменить эту систему, этот мир. Но я один, я голос в...